В первые годы, когда в южных районах области у нас начал появляться колорадский жук, к нам население понесло самых разных насекомых. И божьих коровок, и клопов зонтичных. Но надо стараться уметь их различать. Во-первых, колорадский жук, он намного крупнее этих насекомых. Во-вторых, у него на крыльях больше полосок. И божьи коровки в основном у нас преобладают точечные, а у жука все-таки полосы. Но форма тела, конечно, другая у клопа. Клопы более плоские, у них предплечье хорошо видно, заметно. И потом ротовой аппарат у них совершенно другой, голова другая. Это сосущие насекомые. И они, в общем-то, живут на зонтичных растениях, на цветущих. Это на укропе, на моркови, на семенниках, на таких культурах. А колорадский жук, в общем-то, это крупный жук. Он, хоть форма тела одинаковая, такая же, как у божьей коровки, но они почти в два раза больше, чем коровки. И поэтому надо подходить осторожно, природа не терпит, когда какого-то чего-то отсутствует. Там все равно что-то восстанавливается, появляется. Ну и бережно, конечно, надо относиться всегда к природе. Потому что необязательно там бывает одного-двух вредных насекомых увидели, и сразу начинают приступать к химическим обработкам. Здесь тоже имеется порог вредоносности насекомых. Поэтому надо смотреть, считать, хотя бы приблизительно, сколько их там штук приходится на одно растение. И если уже массовые, больше 5-6-10 штук насекомых на одно растение, тогда уже только можно приступать к химическим обработкам.